Если в жизни повторяется одна и та же ситуация, что мне нужно понять, чтобы пройти этот урок? Ну, знаете, с самого начала это очень зрелый подход, потому что в большинстве случаев люди не видят повторяющихся ситуаций. Им кажется, что-то вот что-то плохо сейчас происходит, и в этом виноват он или она. Поэтому сам по себе такой вопрос, это уже показатель такой зрелости внутренней. Потому что я уж по секрету скажу всему свету, знаете, никакие ситуации просто так не приходят. Если в вашей жизни есть какая-то трудность в отношениях с кем-то, например, с начальником, с мамой, с папой, с женой, с мужем, с ребенком, с другом, кто-то вас бросил, кто-то вас предал и так далее, это не бывает как одиночные случаи, случайные такие. Потому что всегда за этим стоят некие повторяющиеся эпизоды. И это вот очень такое зрелое понимание, когда я вдруг начинаю понимать, что это уже не первый раз со мной происходит. Как знаете, как мне один мужчина рассказывал, как он однажды ругался с своей женой на кухне, она на него орала, значит, он на нее орал. Ну, в общем, обычная ситуация. И в какой-то момент у него чувство такой ордиоз, какого-то деживю такого. То есть у него возникло какое-то чувство, которое какое-то очень-очень знакомое было. Какое-то странное такое ощущение, что вот как будто он много раз это уже чувствовал все. Так он неожиданно как-то обратил на это внимание. И он заинтересовался этим чувством. И как только он заинтересовался этим чувством, то есть как-то свое сознание направило на это чувство, у него, знаете, в уме вдруг такие картинки поплыли, как он ругался со своими предыдущими тремя женами это была четвертая его жена каждый раз эти конфликты происходили на кухне, что интересно и каждый раз он прям понял, что каждый раз он испытывал те же самые чувства в тех конфликтах его настолько это удивило вот это, что это просто такое повторение знаете, как спектакль один и тот же и он перестал тарать на свою жену и просто вот в этом таком изумлении находился, вот рассматривая все эти картинки, память а она как бы на него орет а он на нее не орет он, понимаете, свои чувства изучает эти картинки, в общем, в конце концов ей как-то стоит так неудобно так смотрит на нее, останавливается, смотрит на него и говорит ты че? а он, значит, выходит из своего такого транса, как бы смотрит на нее, видит свою четвертую жену и говорит а ты че? вот так у них конфликт интересно прекратился понимаете, он просто заметил дурное повторение всего этого поэтому, знаете, первое что нужно сделать это заметьте повторение вот заметьте это повторение знаете, если вы его по-настоящему заметите что это не первый эпизод а похожие сценарии у вас были и раньше в жизни с разными другими людьми вот если вы это заметите у вас не будет гнева, обиды на этого конкретного человека кто виноват в вашей проблеме ну почему? потому что если проблема была бы с этим человеком то всех тех других случаев просто не было бы то есть само то, что вы замечаете, что были и разные другие эпизоды означает, что проблема не с этим человеком и я еще вам глубже сейчас хочу одну вещь показать вот заметьте, не просто повторение сценария например, есть сценарий развода когда вас кто-то все время бросает или сценарий предательства или сценарий одиночества когда вы семью, например, построить не можете или там разные другие сценарии бывают но эти сценарии-то с разными людьми а не с одним человеком поэтому проблема не с этим человеком вот здесь мы сразу с вами успокаиваемся когда это понимаем но еще более глубоко мы с вами успокоимся когда заметим те чувства, которые у меня возникают внутри этой ситуации проблемной и вот с этого начинается, собственно, настоящая терапия вот заметьте эти чувства и заметьте, что вы их чувствуете эти проблемные чувства там обидчивость, гневливость, вину, неуверенность не в отношениях с каким-то человеком и не внутри какой-то одной ситуации эти чувства вас как фон сопровождают по жизни вы их тащите просто сквозь года своей жизни поэтому проблема не в этой ситуации и не с этими людьми и не с этим человеком это некий невыученный урок от жизни вот, собственно, в рамках ценностно-ориентированной психологии мы помогаем людям эти уроки обнаружить поэтому ценностно-ориентированной психологии всегда идет работа не с ситуацией а вот с этим очень глубоким уроком который у вас тащится через года, может быть то есть мы идем в самый корень, как бы, ситуации и прорабатываем самый корень и поэтому у вас исцеляется не только ситуация с которой вы пришли а у вас вся жизнь начинает меняться потому что вы меняете какой-то глобальный сценарий который вам создавал множество препятствий и трудностей в разных других сферах жизни как вам сделать это самому, вы спрашиваете самой вот сделайте одну такую интересную вещь вспомните какие-то свои жизненные ситуации где было очень плохо плохо, страдания, потери разрывы отношений, может быть, каких-то вспомните я думаю, когда вы были внутри тех ситуаций вам было непросто переживания, какие-то обиды, может быть, были гнев какой-то все остальное но смотрите, они закончились и вот если сейчас вы оглянете туда-назад вы поймете что в тех ситуациях вы намного больше приобрели, чем потеряли ну, например у вас воспитались какие-то качества характера очень важные которые потом вам очень помогли в жизни благодаря им вы добились очень многого в жизни в разных каких-то сферах и вот оглядываясь на ту ситуацию вы реально можете понять, что там воспитались эти качества характера хотя там было трудно но потом это так пригодилось жизни и вообще такой успех ваш сформировал или, например, вы можете понять что там что-то вы потеряли в тех ситуациях но потом жизнь дала намного больше вот есть у вас такие ситуации? я, знаете, я разным людям предлагал такой небольшой тест я не помню ни одного человека который не нашел бы такие ситуации у каждого человека это есть знаете, что это означает? это означает, что в жизни действует некая любящая, поддерживающая сила и эта сила, да, она порой нам дает какие-то испытания, трудности но для чего? для нашего развития для того, чтобы мы лучше стали чтобы большие возможности потом раскрылись потому что, знаете, когда квалификация личности раскрывается больше вы и большие возможности потом получите как вам сказать? пример вам такой вот если вы слабый человек вы можете только 2,5 килограмма в одной руке нести и не больше и то уже будете тяжело и там, задышка там будет, все остальное если вы сильный человек вы можете нести большой вес там, знаете там уже и машину толкнуть и там девушку на руках подержать кстати, любая девушка это оценит вот, а если вы слабый человек ну, девушку на руках не подержите у вас возможности в плане общения меньше в плане заинтересовать кого-то своей внешностью тоже меньше понимаете идею? то есть, жизнь порой нам дает испытания чтобы мы развили силу определенную силу характера, силу качеств какие-то новые навыки, новые знания приобрели в жизни действует мудрая, любящая энергия поэтому первое, что я вам предложил вот когда вы заметите как эта любящая энергия жизни действует в тех прошлых эпизодах вот с этим же восприятием посмотрите на нынешний эпизод вот как будто в нем тоже действует эта мудрая, любящая энергия жизни да, может быть вы еще не понимаете для чего он в чем вы должны развиваться а пока не нужно об этом думать но просто вот вот с этим ощущением доверия к жизни что в ней действует любящая, поддерживающая сила посмотрите мысленно подумайте об этом эпизоде вот уверяю вас когда вы будете это делать у вас уже изменится восприятие этой ситуации проверьте, кстати говоря это первое, что стоит сделать после того, как вы обнаружите что это повторяющийся эпизод а дальше что? вот эпизод повторяется потому что внутри него не выучен урок ваш какой-то и урок всегда не в том чтобы вы овладели какими-то новыми навыками поверхностными там, не знаю, там, научились громче говорить научились более ласково смотреть в глаза другому человеку научились держать паузу или задавать какие-то внимательные вопросы это все навыковые, это очень поверхностные вещи урок всегда будет глубже урок всегда будет в изменении каких-то фундаментальных качеств вашего характера то есть вам жизнь буквально показывает через эту ситуацию, что вы застряли в каких-то своих ложных убеждениях которые вас ограничивают какие такие убеждения бывают? ну, например я недостоин, чтобы меня любили слушайте, это подсознательные вещи я понимаю, что вы никогда так осознанно не думали но они торчат в вашем подсознании просто такие ограничивающие установки разные вот жизнь их покажет вам всех или, например, я недостоин зарабатывать много денег или я должен тяжело трудиться потому что только так вообще можно что-то минимальное зарабатывать и поддерживать свою жизнь ну и так далее у нас, знаете, таких вот ограничивающих установок убеждений, они во всех сферах есть и в сфере отношений, и в сфере здоровья и в сфере финансов и в сфере своей реализации ну и там везде они есть и вот жизнь вам через эти кризисы, которые к вам приходят они показывают, что вы в чем-то застряли она как в зеркале как любящий учитель вам показывает ты вот с этим живешь итак, это какие-то ложные качества ограничивающие вас там неуверенность в себе, заниженная самооценка знаете, такой взгляд свысока на других что я имею право манипулировать другими там много всего интересного уверяю вас, там столько мы с вами накопили разного хлама такого ложного и вот первая часть урока, она будет всегда связана с тем, что вам показываются ваши ограничения в которых вы застряли, как личность и второй план урока или вторая часть урока она всегда будет очень прекрасная вам жизнь показывает качества, которые вам нужно развивать какие-то новые установки, новые ценности это развивающие вас качество характера это какие-то новые понимания, кто вы такой новое понимание самого себя, своих способностей, своих взаимоотношений с жизнью и так я вам сейчас рассказал, что в глубине вашего проблемного эпизода всегда будет находиться вот такой вот урок поэтому после этой первой настройки, что в жизни действует мудрая любящая сила и вы как бы вот так вот думаете об этой ситуации с этим настроем второе, что сделать, это задумайтесь над тем, чему вас обучает жизнь в этом эпизоде и проще всего это сделать, знаете как, взять ручку и просто вот с этим доверием к любящей стиле жизни с доверием обязательно, не в уме это надо делать не своей такой аналитической энергией так все это осознать пытаться вот с этим чувством доверия настроитесь на этот поток любящий возьмите ручку и находясь в этом потоке, просто начните писать как вам кажется, какие у вас ограничивающие установки есть какие есть качества, которые тормозят ваше развитие как личность просто выписывайте их в связи с этой ситуацией, не абстрактно, не в общем в связи с этой ситуацией, выписывайте все на бумагу их прям вот после того, как все их выпишите задумайтесь над тем, к развитию каких новых качеств, новых убеждений вас жизнь подталкивает через эту ситуацию то их просто тоже выпишите вот это второе, что сделаете а дальше все очень просто урок в этом, его нужно освоить в жизни в начале просто мысленно представьте, что все эти качества у вас есть прям вот мысленно представьте, что они у вас есть дайте вот этой энергии новых качеств вам раскрываться прям почувствуйте, как будто они у вас есть только все это делайте опять вот с этим настроем такого ученика доверяющего жизни дайте этим качествам раскрываться может даже подвигаться как бы вот, как бы вы двигались если эти качества у вас были ну а дальше начните в жизни их проявлять потому что если вы не действуете с платформы новых качеств, значит вы урок не учите поэтому начните в жизни действовать я вам фактически рассказал всю ЦОП технологию да, я сделал это быстро, как бы емко, коротко, но на первом этапе не нужно ничего усложнять давайте, это универсальная технология, абсолютно универсальная я расскажу, может быть, вам один небольшой такой случай на то, как люди интуитивно, они применяют эту технологию и как это помогает им решать свои жизненные проблемы один из случаев, ну у меня десятки их просто какие десятки, сотни просто один мужчина мне рассказал свой эпизод у него был совместный бизнес с своими партнерами и в какой-то момент, когда бизнес стал хорошо развиваться стал приносить хорошую прибыль его партнеры отобрали у него его бизнес выкинули его из компании и чтобы он им не мешал, потому что у него какие-то рычаги влияния еще оставались они его просто в тюрьму посадили ну просто в тюрьму, устроили так, что просто посадили его в тюрьму и он рассказывал, ну подставили просто его, грубо говоря и вот он мне рассказывал, что, говорит, вот первые несколько месяцев когда я в тюрьме там сидел у меня просто столько вот ненависти было к ним говорит, я просто есть даже не мог у меня все это клокотало внутри вот такой гнев и такая ненависть я, говорит, я просто руками был готов сокрушить их просто ну был в тюрьме, то никуда там не вылезешь уже решетки, бетонные стены несколько месяцев вот этот гнев был но потом потихонечку это невозможно долго испытывать он стал как-то утихать он там какие-то что-то, книжки стал читать какие-то возможности там попались, что-то изучать и у него потихонечку стало меняться восприятие и потихонечку он стал привыкать к своей ситуации ну есть как есть уже все там ему там какой-то срок дали и все как-то, понимаете, там ну срок уже, все надо как-то все, он как-то постепенно стал успокоиваться успокаиваться и постепенно читая эти разные книжечки у него, знаете, какое-то вот это все больше и больше принятие этой ситуации стало происходить не гнев, не обида, а принятие это то, с чего мы с вами начали, кстати говоря помните, я вас попросил просто принять ситуацию как таковую как некий урок от жизни вот у него это принятие стало развиваться год прошел и говорит, через год вот тогда, когда я ситуацию уже принял как-то просто вот, ну как данность свою и вдруг у меня изнутри пришло очень ясное понимание что если бы я не оказался в тюрьме то они меня бы убили и это настолько мне стало ясно вот по всем тем событиям, как они развивались я вдруг понял, что меня Бог просто этой тюрьмой спас смотрите, у него кардинально просто меняется восприятие ситуации это то, что я вам рассказывал потому что в жизни действует любящая, поддерживающая сила если мы не учим уроки в жизни вот в каких-то маленьких эпизодах приходят более грубые случаи как знаете, говорится, что сначала тихий шепот совести а потом, если мы это не замечаем вот эти подсказки изнутри нашей интуиции то потом начинают приходить какие-то более серьезные события опять не обратили внимания события сильнее становятся, чтобы все-таки заметили опять не обращаем внимания, катастрофа приходит в жизни действует любящая, мудрая энергия вот фактически этот человек, о котором я вам рассказал он применил вот эту такую технологию интуитивно применил, он ничего о ней не знал но ценностно-ориентированная психология или ЦОП психология это формулирование вот этих законов нашей психики как она работает дорогие друзья, в жизни действует любящая энергия давайте становиться учениками и уметь чувствовать жизнь уметь понимать те уроки, которые нам преподает жизнь мудрая учите она всегда дает возможности да, но иногда будут приходить трудности потому что без трудностей нет развития как, помню, смотрел одно интервью одной женщины она привезла в спортивный лагерь для мальчиков летний лагерь своего сына сыну было где-то лет 10 и корреспондент, значит, спрашивает женщину вы знаете, что это лагерь для мальчиков? женщина говорит, знаю ну, вы знаете, спрашивает корреспондент что вашему сыну, ну, не просто будет лагерь для мальчиков вы хорошо понимаете это? женщина говорит, понимаю смотрит так на корреспондента и говорит я хорошо это очень понимаю именно поэтому я привезла сюда своего сына и потом рассказывает свою историю говорит, знаете, когда мне было там лет 13 я просто шла по такой тропинке и вдруг вижу, что в траве там что-то, значит, копошится что-то такое ну, как-то заметил это нагнулась и смотрю, кокон такой из которого бабочка пытается вылезти ну, кокон в котором гусеница, значит, бабочка превращается и вот бабочка там уже с крыльями есть и она пытается, значит, изнутри этот кокон разорвать и говорит, там она копошится, что-то такое там движение какое-то есть а ничего не происходит я, говорит, понимаю кокон должен разорваться, а он не разорвается Мне, говорит, что-то так жалко эту бабочку стало. Я из сумочки достала дамские ножницы такие маленькие. И так, знаете, аккуратненько взяла вот этот вот кокон и раз, надрезала его. И бабочка очень быстро вылезла. А потом я, говорит, долго-долго сидела и все ждала, когда эта бабочка полетит. Она так и не полетела. Я пришла домой, рассказала это папе. А потом сказала дочке, ну что ты наделала? Эта бабочка никогда не полетит. Потому что она должна была своими крыльями разорвать этот кокон. Потому что когда она своими крыльями разрывает этот кокон, жизненная энергия входит в крылья. И крылья становятся сильными. А так как ты помешал ей, эта жизненная энергия не вошла в крылья. Она осталась слабой. Вот это то, как действует жизнь. А в нашу жизнь приходят различные трудности. Зачем? Нам даются какие-то очень важные уроки. Уроки развития нас как личности. Вот ценностно-ориентированная психология очень точно формулирует все эти законы. Законы нашего развития. Законы судьбы человека. Законы того, что мы с вами частичка мира. И мир добр к нам. Он дает нам разные возможности. Но нам нужно научиться ими пользоваться. Поэтому давайте, вот, применяйте цоп-технологию. Она интуитивно понятна любому человеку. Я помню, как-то давал интервью одному корреспонденту. И рассказывал о цоп-технологии. Она ему была интересна. Я просто ему рассказал. Вот то, что я вам сейчас рассказал. И вдруг он, знаете, так смотрит и говорит, я понял. Я спрашиваю, а что понял? Я говорю, я понял, почему это со мной происходит. Говорит, я столько ломал голову над этими случаями. Все, у меня сейчас предельная ясность. Да? Потому что это интуитивно понятный механизм, что жизнь учитель, мы ученики. Я помню, как я отдал редактировать свою книгу «Ценностно-ориентированная психология». Это вот книга первая, которая была написана, где объясняется вся эта концепция этого подхода психологического. «Ценностно-ориентированная психология. Универсальные принципы психологической практики». Отдал редактору редактировать. И мы договорились. То есть она сказала, ну, там, что там, 10 дней она, по-моему, взяла. Значит, 10 дней прошли, она не пишет. Прошли две недели, она не пишет. Третья неделя началась, она не пишет. Третья неделя заканчивается, она не пишет. Я пишу ей. Я спрашиваю, ну, как там с книгой? Говорит, мне еще немножко времени нужно. В общем, короче говоря, она редактировала полтора месяца. И я, ну, как бы ждал так терпеливо. Немножко, как у меня, знаете, такое уже какое-то раздражение стало появляться. Договорились же там не так долго. И она мне, когда книгу отдавала, говорит, знаете, я ни с одной книгой вот у меня такого не было. Я спрашиваю, а что? Я ей когда редактировала, у меня какие-то процессы внутри начались. Вот все это повсплывало, то, что я там себя утрамбовал за всю жизнь. И все это вот полезло из меня. И я понял, что сама книга работает. Что когда человек, он просто слышит о том, как устроена жизнь, и о том, как она ведет меня, как она помогает мне. Вот когда человек просто это слышит, у него включаются вот эти интуиции его психики. И у него, само собой, вот это осмысление начинается. Поэтому давайте, у вас это все там есть уже внутри. Просто я сейчас вам просто озвучил вот этот подход. То есть как ваша психика работает. А теперь давайте включайтесь. Пусть эти интуиции более активно заработают внутри. Осмысляйте все это. Не все, может быть, сможете порой осмыслить. Бывает, что иногда человек серьезно застревает в каких-то проблемах. Здесь я вам рекомендую пройти какой-то семинар под СОП, терапии. У меня есть мой базовый тренинг, который называется «Внутренняя опора». Вот там я преподаю СОП для самого человека, где люди обучаются то, как это самим проходить. Это такой он офлайн тренинг, живой тренинг. У меня есть курс, онлайн-курс, где по видеоурокам вы можете изучать всю эту практику. Этот курс называется «Метод СОП. Искусство решения жизненных проблем». Через интернет, на моем сайте, можете найти информацию об этом. Пожалуйста, изучайте это, практикуйте. Вот видеоуроки, шаг за шагом, вы изучите всю эту технологию. И глубоко, в том числе, изучая эту технологию, проработайте свою проблему. Прямо под моим уже таким непосредственным руководством. Ну и третья возможность – это, если застряли, если сами что-то не можете проработать, иногда такое бывает, это консультант, СОП-консультант. Найдите СОП-консультанта, есть наш консультационный центр. Зайдите на наш сайт Института ценностно-ориентированной психологии. Там есть раздел «Психологическая консультация», «Психологическая помощь». Вот там представлены разные специалисты, профессионалы, которые могут вам помочь проработать все это. Ну что, у вас все возможности? Самостоятельно работать с собой, обратиться за какой-то помощью, повысить свою квалификацию. Давайте, осваивайте все это. Станьте сами себе психологами. Это очень важно. Вот, знаете, я глубоко убежден, что психология должна быть очень доступна каждому человеку. Потому что, ну вот ходить же мы сами должны. А не папа с мамой нас все время должны под ручки держать, правда ведь? Есть тоже должны сами научиться, то есть ложку в руках держать. То есть не должно быть так, что вам всю жизнь, знаете, должен быть консультант, который вам будет говорить, то есть ложку вот в правую руку возьми, еще так давайте я вас поддержу, теперь карту подносите. Ну это странно будет, правда ведь? Вот психология — это то, чем должен владеть каждый человек в каких-то базовых навыках. Это, кстати говоря, еще одно решение, которое я бы вам очень так искренне предложил бы. В нашем институте ценностно-ориентированной психологии есть базовый курс, который называется «Наука жизни. Личная эффективность». Это девятимесячный курс, это очень серьезная программа. Но в этой программе вы получите все основные базовые навыки счастливой, успешной жизни. В том числе и с обтехнологией. Потому что на базе нее у нас строятся все остальные как бы методики. Вот я бы советовал вам обратить внимание еще вот на этот курс, где вы такую очень целостную подготовку пройдете и станете сам себе психолог. То есть научитесь грамотно работать с разными жизненными ситуациями. Ну что, давайте. Удачи вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!